Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить на тему мелкашки от А до Я, то есть от похода в магазин от самой покупки до попадания в цель, как говорится, до практической стрельбы. Чем обуславливается выбор самой винтовки, то есть конкретного образа оружия, то есть толстым стволом, либо с такой ложей, либо с этой ложей, с пластиковой, деревянной. Вы должны прекрасно поставить себе одну простую цель, вопрос, и ответить на этот вопрос себе лично. Для чего вы покупаете данное оружие? То есть понимаете как? Это видео больше нацелено на неподготовленную аудиторию, которая впервые сталкивается с данным калибром, и не знать, что с этим делать, и масса вопросов людей возникает. Я посоветовал бы, друзья, просто выбирать то, что вам нравится. Вот я зашел, и мне понравился толстый тяжелый ствол, я взял, оно весистое, винтовка получилась, и довольно таки мне комфортно стрелять с нее, друзья, вот так, чтобы было понятнее. Поэтому я не думаю, что большая роль в толщине ствола, хотя все это тоже относительно и сравнительно, и доказать это можно только стрельбой, сравнивая два ствола. Это лучший способ выбора оружия. То есть сначала понять, для каких целей он тебе нужен, и потом уже выбирать, легкий там или тяжелый ствол. Пункт номер один – это поход в магазин. С чего это все начинается? С чего начинать, часто люди спрашивали, то есть на что обращать внимание. Ну, друзья, я вам скажу так. Понятно, что вы пришли, у вас глаза горят и все такое прочее, вам дали красную бумагу, вы довольны, как слон, как говорится. Особенно, кто давно об этом грезил, об данном, допустим, оружии, и вообще в целом оно резно. Я вам хочу сказать сразу, что любое бы оружие выбирали по своему кошельку, ну там ТОС, или ЧЗ, или там Рюгер, не важно, друзья, абсолютно не важно. Единственное, что бы я посоветовал при первом осмотре, это, ну, осмотреть внешний вид, конечно, само собой. Знаете, старые, было такое еще понятие, что шат оружие. Ну, здесь понятно, что таких шатов нету, как там, допустим, на гладкоствольном стволе, бывает в казенной части, здесь такие подвижки небольшие. Это очень важно проверять. Но в данном, именно мелкашке, я бы что вам посоветовал, друзья, это взять с собой магазин Шомпол. Шомпол, ёршик какой-нибудь подходящий по калибру, либо мягкий, вот это, знаете, такой есть, не ёршик, а вот. Ну, факт тот, что вам надо, я так делаю, по крайней мере, я буду говорить, как я делаю, а вы делаете выводы свои сами. Вот, я прихожу в магазин, беру данное оружие, спрашиваю разрешение у продавцов, как правило, вы же покупатель, вы правы, и вы имеете на это полное право ознакомиться с данным предметом, который вы выбираете. То есть, я почистил, снял затвор, вот, друзья, вам сейчас сразу просто объясню. Ну, здесь смотреть особо, конечно, нечего. Ну, вы можете, да, визуально посмотреть, там, чтобы не было каких-то дефектов, поломок, там, от сколов и всякого такого. То есть, тоже это можно посмотреть. Дальше, что вот я делаю. Я смотрю канал ствола. Конечно, как правило, в магазине они, в большинстве своём случае, наверное, практически всегда, канал ствола всегда грязный. После контрольного стрела полиции никто его не чистит, я уверен, потому что огромное количество стволов приходит на отстрел. Это, понятное дело, никто их не обрабатывает после стрельбы. И они могут так находиться в длительном времени уже непосредственно в магазине. И вот здесь пороховые нагары и крупицы пороха, всё это остаётся сгоревшего. Поэтому я бы просто советовал, друзья, взять там ёршик или ещё какой-нибудь пачек и всё это дело выгнать со ствола, почистить его. Так, первично, не обязательно там натирать. Вот. И посмотреть, друзья, в душу оружие. То есть, заглянуть в этот ствол и посмотреть каналы. Конечно, вы глазом так особо ничего не увидите. Ну, тем не менее, знаете, посмотреть канал ствола на выходе, чтобы не было, вот здесь вот особенно на рабочей кромке нарезов, чтобы не было никаких сколов, ударов, там, повреждений. Это самая главная, как бы, часть, сказать, оружия. Это когда пуля покидает ствол. Вот здесь всё должно быть идеально. То есть, вот это обязательно надо смотреть. Дальше что? Почистили вы, посмотрели. Ну, что вы можете ещё сделать? В магазине, конечно, вам никто не даст там стрелять. Ну, есть такие магазины шикарные, по-моему, в Москве, где есть собственный тир и где даже можно произвести какой-то отстрел. Ну, в большинстве своём случаях такого нету, такой роскоши. Поэтому, ну, что вы можете сделать? Ну, произвести холодный выстрел, да? Ну, вот так. Просто проверить, что ударник бьёт, действительно там всё работает. Дальше что? Ну, осмотр таких вот мелочей, деталей. Тоже бы как бы не помешало. Вообще, в целом, посмотрите визуально, осмотрите весь карабин, чтобы не было никаких к вам, ну, у вас претензий к продавцу. Это очень важно. Чтобы всё работало, подёргайте затвором, поиграйте там. Это не запрещается. Шаг такой, который, ну, я обычно не делаю, но вы можете тоже это сделать. Знаете, друзья, можно вот здесь звёздочкой, ЧЗ крепится звёздочкой, шестигранник такой звёздочкой. Можно открутить, посмотреть внутреннюю часть вот здесь, которая спрятана в ложе, на тот же момент всяких дефектов, там, ржавчин и всякой ерунды. То есть вы это тоже имеете полное право. Попросите даже продавца, пускай он вам разберёт данное оружие, и вы можете визуально уже посмотреть и осмотреть его более детально. Но это что касается выбора. Также я уже сказал ранее, как вот дерево или пластик, друзья, или там нержавейка, или чёрный ствол. Вы должны для себя сами ответить, в каких условиях вы будете эксплуатировать оружие. То есть если это, есть такие, знаете, регионы страны, где много влажности, где много там дождей, такой всякой ерунды. То есть я вам бы советовал, конечно, тогда посмотреть в сторону, допустим, нержавейки и пластикового ложа. Это было бы вообще идеально для вас вариант. Это вот так. Вы должны просто понять, что вам надо, и как вы собираетесь эксплуатировать данное оружие. Дальше, ещё такой вот вопрос, наличие прицельных приспособлений, мушек там, ну и всё, вы понимаете, о чём я говорю, да? Это тоже дело личное. Если вы планируете даже, возможно, стрелять без оптики, конечно, вам эти приспособления необходимы. Вот. Потом, конечно, вы можете поставить вот сюда высокие кольца с просветами, и даже можете одновременно стрелять и оптическим прицелом, и когда близко, можно и стрелять и планкой, то есть мушкой пользоваться. Это тоже всё, друзья, достигается несложными подборами колец. Вот. Дальше, что ещё хочу сказать? Ну, я, допустим, в данном случае, друзья, у меня все карабины не имеют прицельных приспособлений, поскольку я люблю стрелять с оптического прицела, и очень давно. Мне нравится сама по себе точная стрельба. Знаете, не просто попасть в тушку, а я уже очень давно люблю выбирать попадание пули. Куда я её хочу отправить, в какую часть. Вот. Это что моё личное я хочу сказать. Дальше. Давайте коснёмся варианта второго. То есть вы приобрели, всё у вас есть, карабин вам нравится, вы взяли довольно как слон. Дальше. Второй вопрос. Оптика. Это очень злободневный вопрос, и очень часто задаваемый тоже мне в комментариях. Ребята, я вам скажу проще. Мелкашка не имеет отдачи. Практически никакой. То есть импульса очень мало, поэтому прицел можете выбрать любой, какой угодно, какой вам только вздумается. Единственное, что, даже я говорю, самый там дешёвый, лишь бы он только вас устраивал. Поскольку нету самой таковой отдачи, и его нечем устряхивать. Если вы только сами где-то не будете бить оружием или ронять его куда-нибудь, на землю, то есть тем самым сбивая оптический прицел, который не рассчитан на сильную отдачу. Понимаете, вот в чём дело. Вот. Но я вам скажу больше, что прицел дело очень личное. И часто меня спрашивают совета. Здесь в мелкашке, ну я вам просто пытаюсь вот объяснить, да, что без разницы, какой вы поставите прицел. Единственное, к нему должно быть требование, вы должны это чётко понимать, в каких условиях будет эксплуатироваться данный прицел. Если это морозы, перепады температурные, то, конечно, он должен быть заполнен каким-то газом, азотом, допустим, чтобы не потел изнутри и вас не подвёл в самый нужный момент охоты. Это тоже вот немаловажно понимать. То есть минимальное требование к прицелу – это азотозаполнение самой трубы. По кратности прицела, друзья, опять же, возвращаемся к той теме, что вы хотите и как вы хотите далеко стрелять из данного оружия. Если вы будете стрелять на коротке, прицел вам практически и не нужен. Ну, допустим, часто люди говорят, там, а, мелкашка, там, 50 метров, там. Да в том-то и дело. Вот для таких целей вы же прекрасно понимаете, что вам достаточно даже, если уж даже захочется прицел, можно поставить любой 3х9, там, либо коллиматорный прицел, и вас он вполне устроит. Вот. Ну, в моём случае я давно отошёл от 3х9 только по одной причине, что я люблю стрелять далеко. Вот и всё. От девятикратной оптики иногда просто не хватает сделать, как вам сказать, точный выстрел. Не просто попасть в силуэт, в тушку, а сделать действительно убойный выстрел, потому что данное оружие требует умного подхода, если стрелять далеко, потому что подранки не исключены. И если это будет касательно где-то по неубойной зоне попадания, то подранки у вас будут, это как правило. Вот. Что ещё коснёмся о прицелах? Кольца, высота колец. Вот частый вопрос, очень частый. Ну, я вам скажу так, что в силу того, что мелкашко-малоимпульсивный патрон, можно покупать кольца даже с того же Алиэкспресс. Любые, какие вам нравятся. Они стоят недорого. Есть там порядка даже от 300 рублей и выше. И можно даже, если вы сомневаетесь, взять два типа колец. Да, допустим, самый низкий, который вы найдёте, вот 11, допустим, миллиметров, высота колец. И повыше, там, 20 с чем-то. И вот как вам понравится, понимаете? Потому что как у вас ещё щека ляжет, мало ли. Может, вам надо повыше, вы любите изготавливаться. Может, пониже, вот как я, допустим, любите, чтобы прицел лежал на стволе. Вот. Тут разный подход, друзья, и всё очень индивидуально. Вот. На этом, я думаю, ну... А, ну, при выборе оружия, конь, ой, прицела, давайте ещё сделаем такое отступление. Вы должны чётко понимать, чего вы хотите. Конечно, я бы рекомендовал сразу, друзья, смотреть в сторону первой фокальной плоскости. Но это тоже непринципиально. Некоторые не понимают, что это такое. Я немножко отступлюсь. Первая фокальная плоскость – это тот прицел, при уменьшении или увеличении кратности оптики, у вас будет, соответственно, увеличиваться или уменьшаться прицельная сетка. Что это значит? Это значит, что любая поправка, которая, вот видите, допустим, у меня на прикладе нанесены, они соответствуют на любой кратности одной и той же единице. То есть, я вам приведу простой пример. Вот, допустим, 65 метров. Ну, вот я беру первую попавшуюся цифру. 65 метров. У меня будет составлять... Так, подождите, это у меня... Сейчас я вам, друзья, скажу точно. А, это у меня другой патрон, это скоростной. Я вам сейчас скажу по-другому. Вот 70 метров. 70 метров у меня составляет 0,9 мила. Ну, практически мил. Поправка вниз. Понятно, да? То есть, при любой кратности данного прицела, так как он является первой фокальной плоскостью, у меня эта поправка останется неизменной. Если я захочу стрелять и переведу прицел на 6 крат, там, допустим, или на 24 крата, то поправка будет единой. Это очень удобно и не надо пересчитывать. Поскольку уже в других прицелах, имеющих вторую фокальную плоскость, вам придется либо стрелять на одной кратности, пересчитав это все дело поправки, либо... Но это очень сложно на практике применять вторую фокальность, меняя прицельную кратность. Вы должны понять. Потому что с изменением прицельной кратности на второй фокальной плоскости у вас будет уходить точка попадания. Это естественно. То есть вы должны сразу определиться при выборе прицела. Что вы хотите? Хотите проще? Берите первую фокальную плоскость. Хотите стрелять на планку? Значит, стреляйте на планку и не морочите себе голову, как говорится. Но все равно, я так думаю, что любой пользователь данного калибра рано или поздно все равно придется к оптическому прицелу. Дальше. Ну, как устанавливать оптику? У меня есть на канале. Я об этом сейчас говорить не буду. Давайте перейдем к вопросу номер три. Патрон для новичка. Вот давайте, да, буду смотреть на эту позицию. Все с точки зрения человека, который только-только с этим столкнулся. Допустим, вы купили карабин, установили какой-либо прицел. Теперь у вас вопрос стоит о подборе патрона. Это очень важный, друзья, вопрос. Очень важный. Потому что все патроны разные, все имеют разную скорость. И у вас никогда не будет такого. Вот есть у меня тут живой пример такой, когда человек стреляет в кармане, имея разные патроны, и удивляется, как так. То попал в бутылку, допустим, то не попал. Он просто не задумывается о том, что все патроны разные. Он думает, что если калибр один, то и все патроны подгоняются под одну скорость. Ну, то есть он не задумывается об этом. Здесь вы должны четко понимать, что каждый патрон, каждый производитель имеет разную скорость. Даже буквально, пускай она там будет почти одинаковая, все равно каждый патрон ведет себя по-своему. Поэтому я бы для новичков посоветовал так. Возьмите по пачечке патронов разных. Вот, допустим, имея в виду скоростные данные. Не то, что там этот... Производители тоже, само собой. Можете даже взять просто одного производителя, но разные по скоростям патроны. Чтобы это где найти, пожалуйста, интернет в помощь, забивайте патрон и смотрите его начальную скорость. А лучше всего я бы посоветовал, кто действительно хочет стрелять хорошо, данным калибром пользоваться, я вам скажу, друзья, что хронограф вам просто необходим. Но к этому немножко я вернусь позже. Именно к тому, что вам из прибамбасов понадобится в данной стрельбе. Многие, конечно, есть такие люди, что пишут, да, вот, там раньше этого не было. Да, раньше не было ни хронографов, ни дальномеров, ничего, ни анимометров. Ну, не было. И нам приходилось, вот мне в частности, приходилось опытным путем уже понимать, куда снесет пулю, и насколько прицелиться, чтобы попасть, тем более, пользуясь обычным дуплексом. Это, кто не знает, обычное перекрестие прицельной сетки. Это вообще нету ни милов, ничего. Это очень сложно. То есть, все было, приходилось стрелять на глаз. Ну, в наш век технологий не пользоваться вот этими прекрасными гаджетами, ну, просто, я считаю, глуповато, можно так сказать. По крайней мере, на начальном этапе, чтобы понять какие-то физические законы, влияющие на полет пули. Вот тоже колпачки, да, там многие спрашивают, не спрашивают, но я давайте остановлюсь на секундочку на этом. Все зависит от того, в каких условиях и где вы будете пользоваться оружием. Вот у меня вот такие колпачки, можно на них назвать. Задний колпачок я использую очень редко. Это я его просто сейчас одел, чтобы не потерять, друзья, потому что вот его можно просто потерять, и дома его чаще всего заваляется, где-то я потом не могу найти. Это все защита, друзья, оружия от снега. Также и здесь у меня вот обычная тряпка, но она такая плотная, с которой пошит мой белый костюм. Это остатки роскоши, и я пошил себе вот такой защиты от снега. Это просто, когда вы идете по лесу, сюда может насыпаться что угодно. И если тем более после выстрела, то у вас здесь будет закупорка ствола, и в итоге плачевные очень могут быть последствия, когда вы увидите дичь и нажмете на спусковой крючок. Поэтому, друзья, это очень важно, и за защитой оптики тоже надо следить, особенно за защитой ствола. Здесь такого ничего опасного нету, если даже присыпет снегом. Ну, просто ничего нет. Все, опасность таится внутри канала ствола. Что значит подбор патрона? Ну, я бы посоветовал в первую очередь вам не гнаться за длинными дистанциями. Не надо пытаться победить, знаете, непобедимое. Начните, есть у меня хорошие вот уже примеры в жизни, товарищи со мной общаются, которые практически подходят к этому вопросу, как я им посоветовал. То есть, советую сразу всем одновременно, новичкам особенно. Стреляйте 0 на 50 метров. То есть, что вам надо сделать? Вам надо пристрелять винтовку на 50 метров в ноль. Давайте здесь немножечко остановимся и уточним. Перед всеми этими мероприятиями, друзья, я вам очень посоветую приобрести либо сушки, либо какой-то, вот есть надувные там мешочки, упоры, либо соорудить какое-то плотное, не знаю, там, фуфайку, одеяло, там, да что угодно, подручный материал, чтобы у вас стрельба была качественная. То есть, каждый выстрел вы процентов на 80-90 могли повторить так же, как предыдущий. О чем это говорит? Это вам даст понятие кучности. Кучности, куда утаскивают кучку, ну, понятно, пули, да, куда утаскивают? Лево, вправо. То есть, когда вы будете стрелять незакреплены, не дай бог, еще с рук, вы никогда ничего не поймете. У вас пуля одна легла сюда, от центра, а вторая сюда. Вы вообще ничего не поймете. Вы сожгете массу патронов и потратите кучу времени и нервов. Поэтому каждый выстрел, даже первый, он должен быть у вас четкий, слаженный и с пониманием. То есть, вы сделали первый выстрел, не торопясь, сделали второй, третий, допустим, группу из трех или группу из пяти выстрелов. И посмотрели, насколько от центра у вас оторвалась группа. Ну, это вот есть на канале, как я пристреливаю через ствол оптику. Пожалуйста, кому интересно, поковыряйтесь, не поленитесь. Я, может быть, дам даже ссылки. Посмотрите, как это все делаю я. Я не претендую ни на какое там, как вам объяснить, что так делать правильно. Я просто пытаюсь объяснить, как делаю я, и вы можете последовать моему примеру. Дальше. Вот смотрите, что происходит. Когда вы сделали группу, уверенную группу, там, из трех выстрелов или из пяти, и у вас, допустим, утащили влево-вниз, там, на сколько-то сантиметров, да? Вот. Все это меряется линейкой. Об этом тоже, по-моему, в Милдоте я где-то рассказывал, или о пристрелке. Все это несложно. Вы меряете линеечкой, замеряете, только не так наискосок вы замеряете, а замеряете вниз до пробития и в сторону до пробития. То есть горизонталь и вертикаль. Вот у вас здесь пробитие, вот вы меряете это расстояние и вот это расстояние. Понятное дело, да? Вниз и вот так. И тогда вы понимаете, насколько, допустим, вас сносит от точки прицеливания. И, зная свой прицел, советую вам сразу понять, в каком направлении работают барабаны, то есть дома перед пристрелкой покрутить барабаны и посмотреть, как движется прицел. Там вверх, если, допустим, вот у меня движется так. Если я кручу сюда, у меня сетка поднимается. Если я кручу сюда, она у меня пошла вправо. Вы это просто должны знать, как работает ваш прицел. Чтобы потом на пристрелке смещать его на точку попадания. И не путайте. Многие очень путают. И крутят прицел в обратную сторону. Прицельная сетка, марка перекрестия, должно идти только за пулей, никак не наоборот. Вот вы должны крутить прицел в ту сторону, куда ушла пуля. Тогда у вас будет все замечательно. Вот когда вы, допустим, я вам скажу так, вы прибили один патрон к нулю, то есть все попадает четко в десяточку. Но, допустим, группа вам не нравится, да, кучность. Вот здесь и начинается подбор патрона, друзья. То второй патрон не обязательно уже пристреливать так же самым, мучиться его пристрелить в ноль. Нет, вам надо стрелять четко всегда в десятку. Ну, пускай разные патроны разного производителя будут отрываться вправо, влево это не играет никакой роли. Вам надо просто сначала найти группу. Самую лучшую группу, самый лучший патрон. Вот когда вы определили эту группу, вот она сложилась, допустим, там или какой-нибудь там, или там Федерал какой-нибудь патрон, или там, пускай даже наш матч, или наш стандарт, неважно. Вот эта группка сложилась, и она самая кучная, вот это и ваш патрон. Это тот патрон, который можно уже посылать на 100 метров, там, и далее, там, ну, дело, это уже все дело, как бы сказать, приходится временем, с опытом, и все такое прочее. Достигается какими-то там стрельбами, тренировками. Но сам факт того, что вы найдете самый кучный патрон, он и вам на 100 метров даст, кучную, понимаете, группу и так далее. Вот, это что касается подбора патронов. Второй шаг, чтобы понять свою винтовку, баллистику, есть два пути. Один путь, это, я уже говорил, хронограф, который даст вам понятие скорости пули, и вы через хронограф можете уже четко знать с вашего конкретного ствола, с какой скоростью пуля покидает ствол. И от этого уже отталкиваться уже в баллистических расчетах. Ну, пользуясь, допустим, там на компьютере есть баллистические калькуляторы, либо скачать какой-нибудь стрелок, там и все такое, тоже пользуясь, либо скачать бесплатную версию для начала, и попользоваться ей, вбить все данные, высоту прицела, надуюсь у ствола, там и все такое прочее. Все, что от вас требует программа. Только в этом случае у вас будет работать все замечательно. Ну, я имею ввиду сама программа биться с вашим оружием. Вот, еще хотел я вам сказать, есть второй путь, это путь через гаджеты, а есть второй практически путь, через блокнот и ручку. И вот, мои знакомые, сейчас один, в частности, вообще молодец, он пошел по второму пути. Он пристрелял патрон, как я вам говорю, на 50 метров, и потом пошел по пути 10 метров, 15 метров, 20 метров, 30 метров, и так далее. Можете через 10 метров поставить мишени, можно поставить через 5, это будет еще более досконало изучение своего патрона. То есть, кучного патрона, который вас устраивает. Что происходит вот в этом пошаговой стрельбе, от 10 метров, допустим, до 100? Я вам расскажу очень просто, друзья. По каждой мишени вы стреляете четко в десятку, абсолютно четко в десятку. И только потом, через оптический прицел, пользуясь устойчивым положением оружия, вы смотрите, насколько на 10 метров завышает патрон, либо занижает патрон в милах, и записываете это в блокнот. Дистанция и поправка. Потом 15 метров, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и так далее. То есть, вы выходите на собственную баллистическую таблицу, которая прошла практическое применение. И я вам хочу сказать, что это, наверное, один из лучших путей, потому что вы четко, стопроцентно знаете, что данный патрон ведет себя так или иначе при этих данных погодных условиях. Конечно, да, погодные условия очень влияют на эту малоимпульсивную пулю, поэтому тоже, но это уже, как бы сказать, нюансы и отдельная тема. Сейчас я немножко о ней говорить не буду. Скажу одно, что, пользуясь даже тем же баллистическим калькулятором, можете вбивать разницу температур и смотреть, как она влияет на патрон, на пулю, на поведение, на порох и все такое прочее. То есть, насколько будет занижать либо завышать. Также пользуйтесь этими гаджетами, чтобы понять угол наклона выстрела, то есть, вот под таким углом стрелять, либо вниз, как ведет себя пуля, насколько она завышает. Это тоже немаловажно. Это вы просто, я вам хочу сказать, друзья, попытайтесь понять сам закон баллистики пули. Вот, когда вы вникнете в это, не просто поверхностно, а так, завтра пойду постреляю. Вы постреляете просто ради развлечения, ради удовольствия. Но если вам интересно добиться чего-то и стрелять точно, то я вам скажу, этот путь легким не может быть. Это изучение, это своего рода наука. Да, можно так сказать, баллистика есть такая наука, поэтому она пришла по-моему из артиллерии и это поведение снаряда по ряду физических факторов. То есть, это наука, можно так сказать. И чтобы ее понять, друзья, надо вникать. И я вам просто советую вникать и не лениться, если кто-то действительно хочет хорошо стрелять. Так же самое, переходя на любой другой патрон, то есть, вы стреляете каким-то стандартом, допустим, или другим патроном, субсоником, который у вас замечательно летит, кучно, все прекрасно поражает цели, но вам надо по ряду охот, допустим, применить скоростной патрон, чтобы иметь более надежный выстрел, инфансивные действия, экспансивные. Ну, мало ли. То есть, здесь я вам также скажу, друзья, что вам придется либо пристреливать все заново под конкретный патрон и понимать его работу, либо есть у меня ссылка, ну, давайте я дам ссылку на канале, как стрелять на одной охоте разными патронами, чтобы можно перейти через поправки в барабанах, пускай даже без обнуления, но перейти на один патрон, вот у меня в данном вопросе сейчас, видите, две таблицы, это вот верхний, это скоростной патрон Рементон, и это у меня ЛА стандарт, это обычный мой патрон рабочий, это скоростной. Вот две таблицы мне дают понятие о том, что как патрон себя поведет, я буквально не поверите, могу за доли секунды перейти с одного патрона на другой и так же обратно, это очень, ну посмотрите ролик тот, если вам будет интересно, именно как использовать два патрона на одной охоте, или там три патрона, неважно абсолютно. Это анимометр, да, вот, обычный анимометр, можете купить себе любой, какой вам только вздумается, но это самые доступные измерители скорости ветра, для чего это надо, но это только для тех, кто захочет стрелять дальше и точнее, вот это обязательно, да и вообще в целом, кто пользуется нарезным оружием, это неотъемлемый гаджет, так, ну второй гаджет, также, как говорится, это у нас идет, ну вы сами понимаете, да, идет дальномер, дальномер тоже обязательно, поскольку с данным калибром, только имея огромную практику стрельбы с ним, да и то не 100% нет гарантии, что вы будете поражать цели, почему, потому что ошибись ты на 5 метров, на 10, тем более, это промах стопроцентный, допустим, от 50 до 100 метров, а тем более, если еще за 100 метров, это стопроцентный промах, поэтому измерение дистанции при стрельбе с данным калибром, это самое-самое важное, как сказать, самый-самый важный пункт, поскольку вы должны чутко знать расстояние до цели, просто до метра. На своем канале я уже рассказывал про сошки, которые я сделал из удочек, это как один из вариантов тоже, это тот случай, когда вам надо стрелять точно, нет возможности прилечь, допустим, там грязь или еще какая-то ерунда, или глубокий снег, я пытался стрелять в таком снегу, очень неудобно, кошмар как, потому что ты проваливаешься и все, ты там лежишь, непонятно как, позиция вообще неудобная. Так, и что получается, вот такие, я о них тоже рассказываю на канале, кому очень интересно, пожалуйста, не поленитесь, посмотрите, это отдельная совсем тема, но это тоже можно использовать для практически на охоте, для практичной стрельбы, это легкие, замечательные такая вещь. Ну и второй старый мой способ, это обычные две рейки, которые тоже самую выполняют ту же самую функцию, то есть упор карабина, и у вас получается нет бокового шата, единственное шата, это у вас тело и сам приклад, но тем не менее, процентов 70-80 вам удастся стабилизировать оружие для выполнения прекрасного выстрела. Ну, вроде бы так зацепил все, но что хочу сказать еще особенно новичкам, кто столкнулся впервые с данным калибром, да и вообще со стрельбой из нарезного оружия. Терпение, терпение, никуда не торопитесь, друзья, пытайтесь стрелять вдумчиво, поскольку нарезная стрельба, это не дробовая, это разные подходы, хотя даже в дробовой люди умудряются пучком дроби мазать, а в нарезной это еще легче промазать, поэтому никогда не торопитесь, не надо. Знаете, есть такие даже моменты, что лучше не стрельнуть по дичи и дать ей улететь, там, убежать, ускакать, там, ну, всякое разное, чем сделать просто необдуманный куда-то выстрел, и потом тем самым напугав еще больше пол леса, и которые там сбегут непонятно еще куда. То есть, понимаете, если нет возможности для четкого выстрела, лучше уже упустить эту возможность и пускай дичь спокойненько отойдет там себе 50-100 метров или отлетит, вы спокойно не спеша настигнете на нужную дистанцию, подойдете, подкрадетесь и уляжетесь там, или вы усядетесь на опору какую-то, то есть, изготовитесь и сделайте обдуманный, промеренный, красивейший выстрел, который вам принесет трофей. И, как сказать, немеренную радость от выполненного выстрела, понимаете, когда все складывается, особенно на каком-то расстоянии, вот, не надо торопиться, тем более стрелять неуверенно, это, как правило, подранки и все такое прочее, хотя, только, наверное, скажу так, не в обиду, только дилетанты могут думать, что подранков у профессионалов не бывает, там, или у опытных людей, подранки есть всегда и будут, из любого калибра и как угодно, все дело от точки попадания самого снаряда в цель, вот и все, либо вы попали голова, шея, там, или сердце, или еще там легкие, либо вы попали по задней части хвоста, там, или в заднюю ляжку какому-то животному, не перебив ему ни костей, ничего такого, то есть, это, друзья, все зависит от стрелка, от опыта и все такое прочее, главное терпение, набираться терпения, и идти маленькими шагами, победив, допустим, 50 метров дистанцию, добившись каких-то результатов на этой дистанции, можете перейти дальше, на какую-то другую дистанцию, 75 метров, потом, допустим, пострелять на 100 метров, добиться каких-то результатов, понять, на что способна пуля на этой дистанции, как она собирается, в какую группу, у вас просто будет общее понятие, то есть сможете вы потом выполнять какие-то выстрелы на какой-то определенной дистанции, с какой вероятностью попадания, это очень важно, ну, вроде бы, друзья, все я зацепил, потому что очень такой, в свете последних событий, очень лободненный такой вопрос, выбор, мелкашки, сделаю еще небольшое отступление, не хочу красить никакого производителя, я уже об этом очень много говорил, все люди разные, у всех разные доходы, поэтому не надо говорить, это оружие замечательное, это хреново, нет, все сравнительно, это как вот сравнивать машины, сравнивать самолеты, сравнивать винтовки, сравнивать патроны, да что угодно, это все сравнительно и все зависит от человека, который это сравнивает, одного устраивают минимальный набор, китайский прицел, другого устраивают какой-нибудь Найсфорд, Форд, или как он правильно называется, извините, даже могу неправильно сказать, который стоит 150 тысяч рублей, или там 10 тысяч рублей, или 150, все люди разные, осуждать кого-то не стоит, ну по крайней мере я никого не осуждаю, если человек добился успехов стреляя оптикой за 600 рублей, ну молодец, ну что еще сказать, вот скажите пожалуйста, ну главный итог, он же стреляет, он попадает, и ему приносит это удовольствие, а как он это делает, это уже его умение, пользуясь какой-то ерундой, человек достигает каких-то определенных высот, ну для себя, вот, поэтому друзья, на этом буду заканчивать, я постарался все зацепить, надеюсь, я все зацепил, ну не знаю, если уж будет какой-то пробел в моих ответах, кто досмотрел до конца, большое спасибо, ребята, я пытался вам помочь, поэтому думаю, что все делалось для вас, и надеюсь, вы это досмотрели, вам это было полезно, на этом буду заканчивать, всем желаю, как всегда, счастья, здоровья, берегите себя, до встречи. Моя девочка, ну что,